2023 год, друзья, был очень насыщенный на защищенные смартфоны, много устройств мы с вами протестировали и, скорее всего, что закрывает этот год у нас новинка от бренда Oukitel WP19 Pro, которую я вот сейчас держу в руках. Есть у нее интересные особенности, огромные запасы памяти, аккумулятор на 22000 мАч, быстрая, наконец-то, зарядка, но есть некоторые особенности, о которых вы должны знать перед покупкой. Я вот вам все сейчас расскажу, протестирую, посмотрим, будет краткий информативный обзор. Так что, друзья, не скучаем, начинаем. Смартфон весит 580 грамм, тяжелый, но на удивление держать его удобно. Здесь хорошо поработали над эргономикой, скругленный, сужение есть, на ощупь приятный, материалы хорошие. Имитация кожи, металла и еще какой-то композит. На правой стороне удобные кнопки громкости с насечкой, ниже блокировка включения-отключения, совмещенная со сканером отпечатка пальцев и это реально удобно. На левой стороне еще одна дополнительная кнопка, на которую можно подвязать три действия и выше слот под две сим-карты и микро-SD карточку. Внизу также под заглушкой порт Type-C для зарядки передачи данных и еще оставили 3.5 для наушников, вдруг кому-то это нужно. Весь сок смартфона с задней стороны. Это, конечно, блок камер. Здесь решили его оформить в виде прозрачного стекла, за которым спрятана плата, микросхемы, чипы и надпись AI. Действительно, выглядит необычно, но подобное уже встречалось в смартфонах Xiaomi. В целом, сборка топ, здесь никаких претензий нет, монолитная броня, люфта, скрипа, дребезга, не ищите. Над этим поработали, постарались. Экран у WP19 Pro большой, диагональ близка к семерке, это 6,8 дюйма, разрешение Full HD+, 2460 на 1080, матрица IPS. И самое главное, друзья, что в этот смартфон, бронефон, закинули 120 Гц, частоту обновления, и это тоже, конечно же, в плюс. Есть на выбор 60, 90 и 120. На 120 более плавная отрисовка, меньше устают глаза при серфинге, и в целом экран здесь получился хороший. Яркость не топовая, но ее хватает для использования повседневного даже на улице. Ну и на огромном экране, конечно же, приятнее смотреть контент. Производительность. Здесь все тот же самый популярный процессор 23-го года, угадайте какой? Да, 8-ядерный Helio G99. Я его уже изъюзал вдоль и поперек в разных устройствах, и реально могу сказать, что это топ за свои. В базе у нас 12 гигабайт оперативки с возможностью буста до 24 гиг, если укусить от постоянной, которой есть 256, есть возможность аппа до 2 терабайт при установке microSD-карты. Оболочка здесь чистый Android 13-23-го года. Собственно, стандартные все приложения есть, YouTube и Play Market, работает все хорошо. Глюков при серфинге, играх, звонках нет. Были небольшие проблемы с камерой, об этом чуть позже, но в целом все работает стабильно хорошо. Безусловно, для игр аппарат тоже годится. Получится расчехлить все современные игры из Play Market. К сожалению, звук здесь не стерео, всего один динамик в нижней части, но он какой-то конски громкий, и если класть смартфон на стол, он еще громче орет просто как потерпевший. Он не суперчистый, но звонок, поверьте, вы точно не пропустите. Да и баланс по частотам в пределах допустимого. Продолжение следует... Фотовозможности у меня была допремьерная новинка. Изначально софт-камер немного подтупливал, но вот после прилета обновления по воздуху, прошивка установилась, ситуация улучшилась. Основной модуль на 64 мегапикселя S5K с апертурой f1.79. Рядом макрозатычка на 2 мегапикселя и соньковский сенсор для ночной съемки в полной темноте. Его дополняют ряд ИК-диодов из 4 штук и обычная вспышка фонарик тоже присутствует. Блок камер защищен по 4 углам выступающими ножками. И днем при хорошем освещении, конечно же, можно получать детализированные красивые кадры. Несколько примеров можете видеть у себя на экране. Также я сравнивал фото базы и 64 мегапикселя, если принудительно их выбирать в приложении. Разница в весе большая, а на деле малозаметна. Так что можете стрелять без увеличения до 64. А вот фронталка реально порадовала больше всего. Здесь хоть и заявлен модуль всего на 16 мегапикселей, но фото даже при плохом освещении в комнате получаются хорошие. Правильные цвета не мылит лицо. Для бронесмартфона это отличный результат. Да и видео на основную камеру смартфон пишет неплохо. Запись ведется в Full HD разрешении. Здесь есть стабилизация в настройках, можно выбирать. И также можно устанавливать различные качества. Сейчас в Full HD и вот такую картинку мы получаем. В целом на экране выглядит все достаточно неплохо, как для защищенного устройства. Основная камера у нас может писать видео в 1080 при 60 кадрах, что на самом деле большая редкость. А также 2К формат присутствует. На выходе получаем примерно вот такой вот результат. Главная задача, друзья, у нас при тесте телефона покормить белочку. Конечно, вот даем мне орешки, бери. Вот как раз качество и оцените. Все, побежали. Не самая лучшая здесь фокусировка. После обновления чуть-чуть стала лучше ситуация. Но в целом вот такая вот картина. Запись ведем в 2К разрешении. По стабу, не знаю, давайте посмотрим. Вот пробежимся немножко. Какой-то стаб есть. И уже хорошо. Вот такая вот история. Есть еще и камера, конечно, ночного видения. Довольно популярный модуль, который ставится во многие смартфоны подобного типа. И здесь сенсор Sony IMX350 с апертурой 2.0. Получаем такое качество вот в полной темноте. Автономность. Пожалуй, это главная киллер-фич смартфона WP19 Pro. Аккумуляторы, ребят, на борту на 22 тысячи миллиампер часов. Немногие устройства могут похвастать такой батареей. При нормальном использовании ее хватает на 3-4 дня стабильно. Под нагрузкой это примерно 123 часа непрерывной музыки, 36 часов HD видео, примерно 30 часов игр. При этом есть хоть и не ультра, но быстрая зарядка на 33 ватта. До 80% заряд пополняется за 3 часа. Полная зарядка займет примерно 3,5-4 часа. Не каждый пауэрбанк может так быстро заряжаться. А от смартфона вы еще можете также подпитывать другие устройства, в том числе смартфоны. Желаю всем производителям, чтобы уже в 24-м все перешли минимум на 66 ватт зарядку, а то и мощнее. Что еще хорошего? Ну, конечно, данный смартфон не боится воды, мороза, солнца, грязи, падений, снега и всего прочего. Защита здесь высокого класса, безусловно, постарались. Поэтому, если случайно упали в лужу, уронили смартфон в воду, вообще ничего страшного. Да и падение переживет легко с двух метров. Есть еще и функция съемки под водой. Возможно, это кого-то заинтересует. Также на борту рабочий NFC-модуль для бесконтактных платежей. Это тоже для многих важный фактор при покупке. Перед озвучиванием цены подводим итоги. Давайте, ребят, мы получаем смартфон с большим хорошим экраном и частотой обновления 120 Гц, адекватным процессором с производительностью, большие запасы памяти 12 плюс 12 оперативы и 256 постоянной, неплохие камеры с ночной съемкой, видео в 2К со стабилизацией, огромнейшую какую-то конскую батарею на 22 тысячи с быстрой зарядкой, NFC, доп. кнопка для функций, ну и, наверное, дизайн все-таки блока камер. А ценник, ребят, на распродажу у нас получается 199 долларов и можно еще кэшбэком немножко скосить его. Так что вполне адекватный получился смарт, но хотелось бы, конечно же, конечно, хотелось бы звук стерео, но имеем то, что имеем. Если искали что-то подобное для строителей, для поисковых служб, для рыбаков, охотников, туристов или кому просто нужен смартфон в броне, который не боится грязи, воды и холода и большой экран, присмотритесь к данному аппарату. Если вам приглянулся данный смартфон, друзья, ссылочка на Алиэкспресс, конечно же, будет в описании. Вот эту версию вы сможете забрать еще дешевле в нашем инстаграм-биллстор.ua, адрес у вас на экране. Там много различных гаджетов, устройств, цены максимально адекватные, а вот любая ваша покупка – это лучшая поддержка нашего канала и стимул для выпуска новых видео. Мы с вами не прощаемся, берегите себя, не болейте, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, тогда увидимся с вами очень скоро.